всем привет как и обещал подготовил второе видео электромотор хасковик 24 вольта у него значит вот такая шкала я там видео покажу когда он начинает разряжаться и что с ним происходит и предостережение владельцам этого мотора насколько его сколько держит зарядка и когда стоит обратить внимание на его разрядку что может произойти может произойти что он просто перестанет работать меня соответственно с длинной ногой мотор длинная нога позволяет опускать на волне его поглубже чтобы когда котел на волне скачет была возможность но чтобы он не выскакивал из воды вот показал он себя неплохо пластину 3 миллиметра на сколько 4 миллиметра за ускорбкой мне пришлось увеличить толщину я увеличил толщину в три раза вот и попробую сейчас еще раз установить и сегодня буду тестировать потому что один раз я вышел на тест когда было началась волна вообще было невозможно здесь в этом месте пластина начала выгибаться она поднималась опускалась то есть при включении мотора он начинает включаться чтобы ему регулировать по gps навигатору как стоять на тихой водой в воде еще более-менее как только началась волна пластина она не сломалась ничего но она начала выгибаться очень сильно и испугался и решил это дело все усилить вот вот такой толщины ну это где-то примерно сантиметр теперь стала площадка и я буду смотреть как это будет все работать на воде все закрепили болты поставили маленькие проставочки вот такие вот здесь так жестко стоит я думаю что будет хорошо тут получился толщина две четверки одна трешка один сантиметр один миллиметр ну вот за три месяца эксплуатации вот такая вот такая немножко у меня тут площадка это там не можно оттереть принципе я думаю что мы зачистим обработаем может каким-нибудь средством чтобы она дальше не ржавела вот а так есть специализированный материал который используется вам для установки этих моторов вот можно его приобрести у меня не было возможности его приобрести времени мне нужно было уже начинать его эксплуатацию поэтому я сделал такую доску которую меня устраивает вот на . я встал ну где-то не знаю там полчаса назад минут 20 назад и вот она так и стоит якорь работает отлично видно что волна вот сейчас на якорь стоит держит супер на ни на каком вы якоре на веревке я бы не удержался вот такой вам так что пока все отлично до площадку я усилил ну и соответственно никакого риска сейчас нет увидел я силуэты какой-то рыбы несколько штук вот поставил точку он сейчас хочу выставиться я потихонечку едут но так стану мотору конечно сложновато когда нет ветра по ветру он там катер заставляет когда нет ветра он начинает болтаться туда-сюда когда лодка останавливается соответственно карта сбивается ветра мотору точку держать сложновато постоянных движений на ветру как ни странно ему намного легче мотор хорошо работает вот уже насколько этом ну рыбалок 5 ездил с ним довольно таки неплохо на ветру себя ведет но в стиле ему тяжеловат потому что начинает крутить вот по ветру на ворово выставляет лодку и хорошо подкручивает да и держит ее в направлении когда стиль у него получается он он устанавливается моему нужно время он устанавливается работает довольно таки тихо так вот я вижу тут есть какое-то скопление рыба как раз у меня здесь . стоит опять на этом месте да вот она есть я думаю что мы здесь с правой стороны мы здесь и половина тут скорее всего рыба и довольно таки много и я да справа все нажимаю на якорь вот сейчас встанет так ну вот я отметил корягу пометил да и сейчас мы становимся сейчас ее чтобы нам забрасывать с одного края русла на другой вот тут у меня якорьки я выставляюсь вот сюда выставляю себя вот сюда забрасываю также сейчас я сделаю здесь я вот сюда вот выставлюсь сюда буду забрасывать там какое-то поваленное дерево лежит вот я на 81 стоял не корился вот такую щуку глубина 3 9 да мы можем принципе на самые краешки стать сейчас мы переключим чуть помедленнее сейчас поеду чтобы посмотреть по рыбе стоит да неплохие такие вот она прямо на свале стоит сколько много так сейчас поближе мы подъедем чтобы нам встать прямо на край свала встанем и будем под эту корешку подкидывать так электромотор по идее вот но вот он стоит сейчас на якоре но когда ну можно не выключать просто можно его поднять и он сам выключается сюда конечно очень удобно не надо выключать все его закрепил можно конечно крепление вот этим сделать но еще закрепить но это на сильной волне все это он закреплен в принципе довольно хорошо стоит еще 100 то устанавливал такое крепление вот которая при транспортировке при волне держит мотор до нормальное крепление отлично она держит в принципе вот достаточно есть у меня еще вот такой вот вот такого чтобы он еще жестче был сейчас волна и он хорошо держит в принципе второй день на третий день рыбалки мне конечно не хватит но два дня полноценных спокойно можно ловить у меня получается девяносто и два по двенадцать поставить аккумулятор соединил спарен в субботу и воскресенье спокойно отмавливаю вообще вот на волне отлично держит на точке куда его раздвигает мощности хватает я считаю что хорошо себя показал мотор ни разу не подвел но один раз он у нас было три дня мы ходили на лодке не зарядили вас просто рыбалки на третий день значит показывает 50 процентов заряда а потом просто все все вот ставим на точку вот мотор значит четвертая рыбалка соответственно он издает характерный звук это значит разрядка батареи 20 процентов но держит стоит сколько он в таком положении что ну в таком состоянии сколько он отработает не знаю но посмотрим потому что волна у первого времени но ветер нам не дает ловить плюс еще мотор у нас батарейка села но я теперь на две рыбалки буду заряжать его там на неделю зарядил на выходные будет хватать потому что на 4 рыбалки не хватит то есть когда показывает 50 процентов заряда то есть уже нужно конечно квак врань не будет потому что он буквально там быстро садится то есть лучше уже понимать что он приблизительно при показаниях 50 процентов зарядки то есть он уже не будет здесь у меня вот такое соединение не стал я так как я опять же повторюсь делал бюджетный вариант вот я не стану делать никаких переключателей а просто соединяю соединяю то есть это сделать не сложно вот таким образом я рассоединил все так же вот он защелку защелкнулась все значит вывод такой что мотор хастинг 24 вольта отходит для такого большого катера 580 я думаю что и катер больше 60 метров он тоже подойдет отличный мотор советую приобретать